Девушки отдыхают Здравствуйте! Здравствуйте! Что случилось? Что, заливаю опять кого-то? Нет, не заливайте. Что, музыка громко играет? Да нет, типа, всё. Сверлю, стучу, спать мешаю. Да не сверлишь, не сверлишь. Что происходит? Просто тихо очень. Мы уж подумали, что-то случилось. Вы уж извините за беспокойство, в школе так так вышло. Мы так, по-соседски, побеспокоились. Расходимся. Живой? Живой. Живой, не вредим. Чего ему, смолочи, сделаем это? Все, расходимся. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, шесть кадров. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, шесть кадров. Как таланта сестра называется Кра, так и наша продра. Шесть кадров. Время быстро несёт, и на все эпизод нам даёт режиссёр Шесть кадров Чем крупнее арти, тем короче репри Нас всего вам три при Шесть кадров Только сядешь и в клю, все вокруг рассмею Вот за что я так лю! Шесть кадров Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай Шесть кадров Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Шесть кадров Добрый день. Добрый. Это опять я. Здрасте, это опять я. Я вижу. В пятый раз вам приношу велотренажер на ремонт по гарантии. И что за велотренажер такой? Это развалюха какая-то, а не велотренажер. Это, молодой человек, не развалюха, это наш самый эффективный велотренажёр. Ну, посмотрите, у вас живот исчез, у вас мышцы все в тонусе от того, что вы его туда-сюда таскаете. Так что отремонтируем и дальше занимайтесь. Ну, а бицепс у вас какой, а? Вы где-нибудь видели? Тренажёр для бицепсов! Велотренажёр для бицепсов! Уникальнейший! Так что берите и за мной оформлять. Здравствуйте! Вы хотите избавиться от лишних килограммов, но обычные диеты вам не помогают? Представляем вам революционную разработку «Умный холодильник». Вы просто подходите к холодильнику и называете ему свой вес. А его искусственный интеллект уже сам решает, открывать вам дверку или нет. Смотрите. 55 килограмм. 55 килограмм. Откройся! Неверно. Вы весите 70 килограмм. Что? Да как ты смеешь? Я вешу 55 килограмм. Не обманывайте. Вы весите 70 килограмм. И откроются, когда вы стоите весить 60. Что ты такое говоришь? Откройся! Я же вешу 55 килограммов! Похудейте на 10 килограмм. Похудейте на 10 килограмм. Видите? Эта сволочь работает безотказно и безжалостно. Заказывайте «Умный холодильник» прямо сейчас и худейте, чтобы поесть. Вы все, зараза! 6 килограмм. Ой! Мужчина, ну смотри-то, куда вы едете. Извините. Вообще-то, знаете, читать нужно в библиотеке, в читальном зале, а не на катке. Вы знаете, мне в библиотеке сказали, чтобы я на катке читал. Что значит на катке? Сам удивился. Но говорят, не пустим читальный зал на коньках. В деле, на каток читай. Вот я и читаю. Как вас зовут? Меня? Меня Лиля. А вы любите Лиля Толстого? Алексею Николаевичу? Люблю. А давайте вместе почитаем. Портрет. Я разбирал старые библиотеки. 200 рублей. Опа! Не в вязочках получается. У меня только 100. Очень жаль. Стоп. А. И что же нам делать? Я не знаю, что делать. А. А я, кажется, знаю. Выход есть. Подержите. Ровно половина. На 100 рублей. Ладно, Дарья. Николя. Ага. Нинь. Ага. Николя. Николя. Сережа. Ага. на глазах у всего Петербурга, вы выставляете меня на посмешище, я не потерплю это, сударь. Флиртуйте тут, потише. Солдаты, без команды не стрелять. Наступление через полчаса. Ну, как без команды, по нам стреляют, тогда мы из пушки. Убали все. Так, вводим авиацию. Воздух, воздух! Развернул ранену, первый, 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 первый! Воздух! Вторая искажение! Нет бензина! Черт, как нет бензина! Не слышу, и связи нет. Так, хорошо, пошли танками в обход. Танки! Где? Танки противника! Техника! Техника! Поддержите нас техникой! Техникой поддержите! Так, ну, нормально! Нет, хорошо! Хорошо! Вы знаете, вы прошли собеседование, и мы вас перем в отдел игрушек. Спасибо! Большое спасибо! Пойдемте в отдел кадров! Ура! 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 Хватит уже играть, как ребенок, ей Богу! Играйте как... Пойдемте уже! Уголюк, суп тебе, конечно, отменный, готовит, что великолепно. Кушай, кушай, дорогой, кушай. Турет, что такое? А, а это просто я тебе напомнила, что ты обещал мне полочку прибить. Я обещал, прибью. Так. Куда второе? Пойду мусор вынесу, а то ты мне про него еще в котлете напомнишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, у меня только что ограбили квартиру. Так, значит, вы потерпевший. Что случилось? Я говорю, квартиру мою только что ограбили. Все, я понял. Пилипенко! Я здесь. Вот это Пилипенко. Пилипенко, знакомьтесь, это потерпевший, потерпевший, знакомьтесь, это Пилипенко. Афанасий. Пилипенко, быстро сейчас вместе с потерпевшим на место преступления и там занимайся. Я уверен, что грабители ушли совсем недавно. Здорово было бы пустить по горящим следам собаку. О, потерпевший, молодец. Филипенко, потерпевший, молодец. Потерпевший, передайте Филипенко деньги. Филипенко, возьми деньги. Филипенко, по пути на место преступления зайдёте в зоомагазин и купите собаку. Есть. Правильно, она будет есть. Поэтому большую не покупайте, нам её будет трудно прокормить. Есть. Есть она, я сказал уже, она будет есть. А я пока работаю. Всё. Ой, да ладно. Ой, слушай, она тебе не такое расскажет. Ой, даже не слушай. Не слушай. Девушка, если, пожалуйста. Да. Что за телефон такой офигенный? Мы же находимся на мусоте. Несколько тысяч метров, он у вас здесь сигнал принимает. Вот именно, что и не принимает. Я автоответчик прослушиваю. Ой, извини, извини. Пропустила. Ой, да что ты говоришь такое, а? Зажим. Скальпель. Тампон, быстрее, быстрее, быстрее. Послушайте, а может лучше в больницу всё-таки, а? Ну, конечно, в больницу лучше. Ну, у нас машина-то сломалась. Вот. А у него, то, выгляди, перитонит начнётся. Сейчас мы его быстро прооперируем. Чё там аппендицит-то? Чикнуть. И как машину починят, сразу в больницу-то и доставим. Не волнуйтесь. Так. Зажим. Ну, секундочку, секундочку, молодой человек. Стоим. А что это вы делаете, а? Поставьте товар на место. Это уже не товар. Я взял его в кредит. Кредит — это отлично. Но поставьте на место. Сможете забрать только тогда, когда выплатите свой кредит. Я не понял, а в чём тогда смысл моего кредита? Вы сможете смотреть ваш телевизор здесь с утра до самого закрытия. Пожалуйста. Так и все посетители могут смотреть его в вашем магазине хоть круглосуточно. Но у вас будет преимущество. У вас будет пульт и стул. Давайте, ставьте, пожалуйста. Вот и перекористка. Кстати, ставьте. Вот ваш стул. Вот ваш пульт. Приятного просмотра. В общем, товарищ Сталин, с этой уникальной системой противопожарной сигнализации вы можете быть совершенно спокойны. На дым от вашей трубки она не среагирует, а на случай пожара непременно сработает. Хорошо. Это именно то, что мне нужно. А второй зачем? Замена? На случай отправляя, так сказать, естественных надменностей. Нет. Хорошо. Здрасте. Скорую вызывали? Здрасте. А, ну да, вызывали. Так это был позавчера. Хорошо, где больной? Вот больной, он уж выздоровел давным-давно. Понятно. Ложный вызов. Вам не стыдно, женщина, а? Вам не стыдно? В это время кому-то действительно могло быть очень плохо. Кому-то очень срочно нужна была наша помощь. Вы знаете, сколько у нас таких, как вы? Сотни. Сотни. Ладно, Гриша, поехали. У нас вроде позавчера оставался кто-то с аппендицитом. Это, наверное, уже с перитонитом. Из-за таких бессовестных, как вы. Поехали. Добрый день. Здравствуйте. Я так понимаю, что скунсов вам всё-таки завезли. Можно посмотреть. Что? Можно. Но только без противогаза. Так я ж так задохнусь. К сожалению, противогазе нельзя. Они их пугаются. Чувствуете? А мы, к сожалению, это очень поздно поняли. Пойдёмте, я лучше кроликов покажу. Ну, дорогой мой класс. Мой любимый, десятый Б. Двадцать лет мы с вами не виделись, да? Надо же. Ну что, кто-нибудь скажет тост? Нет, да? Не готова опять, как всегда, да? Хорошо, тогда по журналу. Андоленко. Я не знаю. Я не знаю. Нет, да? Ну что, два. Бахметьев. Я. Что я? И? Не готов. Ну что, два. Ну, как обычно, не готов никто, да? А можно я? Хурносов. Зайчик, ну давай ты, хоть ты давай. Спасибо. Дорогой десятый Б, я рад, что спустя двадцать лет мы остались лишь такие, какие были двадцать лет тому назад. Мужчинный тост, умница, всегда был молодец. Молодец. Гражданин Казаковский обвиняется в том, что он... Я все понял. Адвокат, у вас есть что-нибудь? Да. Я считаю, что мой подзащитный не совершал... Ага, я понял, я понял. Итак, суд приговаривает гражданина Казаковского к пяти годам лишения свободы. Я протестую. Стырем. Протестую. Стырем. Протестую. Ну, условно. Все, суд окончен, извините. Ладно, у вас находится на втором этаже, проходите. Девушка. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас есть гарнитур с защитой от любовников? В каком смысле? Ну, чтобы любовнику негде было спрятаться. То есть ни в шкаф, ни под кровать, ни в комод. А, да, я вас поняла. У нас есть такой вариант, эксклюзив. Пройдемте со мной. Ага, проходите. Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь, присаживайтесь. Вот. Гарнитур антилюбовник. Поверьте мне, никакой мужчина, даже самый небольшой, сюда не поместится. А как здесь спать? Согласна, неудобно. Зато безмятежно. Посмотрите. Не скажете, кто крайний к ветеринарую? Я. Вы? Да. А, я за вами. Хорошо. Как дела? Ну, ничего. Есть закурение. Видал? Здравствуйте. Здравствуйте. Желаете татуировку? Знаете, у нас такой район криминальный, вечно хулиганы пристают. Ну, я хочу набить тебе татуировку какую-нибудь на видном месте. Ну, что, типа, я тоже серьезный. Меня никто не трогал, и чтобы меня все боялись. Садитесь. Сделаем. Все. Любуйтесь. А что это вы со мной сделали? Татуировка ветрянки. Теперь вас все будут бояться и обходить страной. Шесть кадров. 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 Ты куда? Ну, как куда? У нас же с тобой сегодня юбилей. Я хотела тебе завтрак в постель приготовить. Пол четвертого утра? Да, пол четвертого утра. Потому что ты жрешь, как не в себя. Тебе же на завтрак надо что? Борщ, второе. Еще ты надо устретить по самому. Селедку сделать под шубой. Твою любимую. Спасибо тебе, родная. Тогда до утра. До утра. Драники не забудь. Спи, драники. Пусть ко мне заместитель министра иностранных дел займет. Вызвали, Леонид Ильич. Товарищ Граниенко. Недавно, в составе нашей делегации, вы были на переговорах с США. Да, 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 совершенно верно. В Кремле поговаривают, что вы привезли из США джинсы и тайно ими приторговываете. Нет, я ничего не продаю. Короче, у меня 52-й. Ну, ну как? Как влитые на вас сидят, Леонид Ильич. Блин. Сейчас на полетбюро все увидят и тоже заходят. Значит так, товарищ Граниенко. Никому из полетбюро джинсы не продам пать. Есть. Гинсек у вас один? Один. И джинсы у него должны быть одни. Один. Ну, в смысле, на нем? Одном. Ну, у него, в смысле. Да. Ну, в общем, короче, вы меня поняли. Пум, 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 пум. Вот. Гинсек из мэй бэмби. Коленока, коленока, маленока моя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok